Компания «Светящаяся фантазией» или «Gloving Fantasy.com» представляет вашему вниманию. Первую в мире книжку «Перевертыш» со светящимися в темноте иллюстрациями. Художник-иллюстратор и автор сказок Валерий Шатунов. Первая версия. 2019 год. Страница 2. Сказка 1. Самая добрая волшебница. Как-то ночью гуляя перед сном, я оказался в темном лесу с огромными деревьями, которые были такими высокими, что тянулись так высоко в небо, что почти доставали своими верхушками небо. Светящиеся жуки-мотыльки моргая показывали мне дорогу прямо в лес, где находится небольшое озеро с очень чистой водой. Когда я пришел к озеру, то увидел, как красиво в воде отражались плывущие облако и звездное ночное небо, я так был впечатлен красотой, что сразу вспомнил сказку, которую мне в детстве рассказывала моя бабушка. Однажды в сонном царстве жила была добрая-добрая волшебница, жила она прямо в середине сказочного цветка, прямо в самом центре зеркального озера. Вода в озере была настолько сказочная, что отражала и повторяла все, что приближалось к озеру, и казалось, что когда ты смотришь в озеро видишь самое настоящее свое собственное отражение, но только лучше и красивее, чем на самом деле. Отражение в этом озере не только умело разговаривать, но и оживало, и могло жить совершенно своей собственной жизнью, и только лишь выходить на берег отражением было строго запрещено. Иначе весь мир просто перепутается, и никто на самом деле не смог бы отличить себя от своего отражения. Огромный цветок лотоса, в котором жила волшебница был так прекрасен, и каждую ночь цветок раскрывал свои светящиеся нежные полупрозрачные лепестки, покрытые жемчужинками росы, которые как бриллианты искрились при свете луны. Цветок был очень ярким и освещал все небо над этим озером, и многие летающие жители прилетали послушать новую сказку доброй волшебницы, которая купаясь в свете цветка сидела в его середине на большой мягкой подушке из чистого шалка, и каждую ночь волшебница рассказывала новую невероятно красивую сказочно-правдивую историю, и на этот раз тоже. Вокруг всегда становилось так тихо, что самый тихий шепот можно было услышать с берега, и даже теплый ветер всегда замирал, присаживаясь на берегу послушать эти сказки. Однажды в далекие-далекие времена жила в замке рядом с озером прекрасная молодая красавица-царевна. Была она настолько красивой, что невозможно было глаз отвести. Но была она капризная и непослушная и настолько, что даже совсем не слушала своих королевских родителей, которые запрещали ей приближаться к озеру под любым предлогом. Потому что в легенде, которую еще много-много лет назад предсказали старцы, однажды злодей пахитит царевну и будет держать ее, пока она не изменит свою внешность и сущность. И все в царстве знали, что в этом озере жил злой водяной, который кого поймает никогда не отпускает. И однажды так и случилось, царевна играла на берегу и случайно упала прямо в озеро. И сразу же была схвачена слугами злого водяного. Но как только он увидел, что принцесса настолько капризная и вредная, что моментально заколдовал ее, превратив в русалку. Много дней и ночей провела она в слезах у берега, ведь у русалки нет ножек, а только хвост, покрытый блестящей чешуей, и нет возможности выйти на берег и убежать к себе домой. И вот однажды проходил мимо царевича соседнего царства-королевства, нагнулся над озером водички и спить, и увидел такую красавицу, что глаз не смог отвести. А царевна, увидев его, сразу же влюбилась в него, смотрит друг на друга и глаз оторвать не могут. Загорелось сердце царевны жарким огнем и изменился у царевны характер и нрав. Пообещала она возлюбленному своему, что предь будет послушной и хорошей, и добрая волшебная фея, наблюдавшая за всем этим с высокого дерева, превратила обоих в сказочно красивых бабочек. Взмахнули они крылышками и улетели высоко-высоко в небо. Вот и сбылась легенда, и развеялось заклятие колдовское, и превратились они опять в самих себя, и вернулись они домой вместе, и был там пир на 140 королевств, и было там весело и сытно. И жили они долго и счастливо, почти как в сказке, но только на самом деле. Страница 3. Сказка 2. Кошка. Однажды у меня была кошка, она каждый вечер приходила и терлась о мою бороду своей мягкой и пушистой шеей, ложилась на моей груди, и мягко мурлыча и урча засыпала, и вместе со мной оказывалась в моих счастливых снах, в фиолетово-синем небе сказке с мягкими желто-розовыми пушистыми облаками и сладкой ваты. И однажды ночью, нам обоим приснился сон. Летающие рыбы тогда еще были совсем-совсем маленькими, всего лишь чуть больше обычного слона. Вот они и рассказали нам эту самую правдивую сказку, которую еще никто никогда не слышал. Однажды в стране снов жили две маленькие летающие светящиеся рыбки, они резвились, летая между светящимися листьями самых обычных светящихся деревьев, играя в прятки и моргая светом на своих боковых плавниках. В лесу в котором они жили были и светящиеся цветы, и даже простые фиолетово-зелено-красные мухи светились там как лампочки на Новый год, а светящиеся пчелы собирали самую обычную светящуюся в темноте краску, прямо из светящихся цветов лилипутов, и прилетая в свой улей светящиеся пчелы раскладывали краски по цветным тюбикам и коробочкам. Именно такой краской можно рисовать обычные светящиеся картины, подумал я, и нарисовал парочку. И вот однажды в этой стране на самой-самой большой лесной поляне вырос самый необычный цветок, и никто даже не мог представить настолько он был большим просто до неба. Все были очень удивлены этим событием и собрались, чтобы посмотреть на это чудо. Но почему-то он загрустел потому, что заметил, что совсем не светится и совсем не цветной. И вдруг наши знакомые светящиеся лесные рыбки придумали, что его нужно чем скорее раскрасить, чтобы он стал очень-очень ярким. И светящиеся пчелы с удовольствием принесли все свои запасы светящихся красок и облили его со всех сторон разными цветами прямо из ведерук, пока он не превратился в самый-самый яркий и цветной цветок в мире. И тут он начал сиять и веселиться, и все услышали, как весело поет самый красивый в мире цветок. Он так красиво пел, что стал самым лучшим пивуном в мире, и даже сейчас он поет и удивляет весь мир своим пением и красотой. Бал в ту волшебную ночь продолжался, пока луна незаметно превратилась в солнце, и все медленно с улыбками заснули дневным сном, только наши знакомые рыбки еще долго хихикали, засыпая. А ты можешь услышать песни цветка прямо во сне, если очень прислушаешься, как это делает моя любимица-кошка. Страница 4. Сказка 3. Злой рыб. Однажды не то днем, не то ночью, не то летом, не то зимой, было так светло, как днем только ночью, где то, где все как-то так, и совсем не так, как на самом деле, а совсем не так, как всегда, и как-то совсем необычно волшебно. Здесь в этом сказочно-волшебном мире может быть все и даже то, чего совсем не может быть вовсе. Когда я лежал под обычным светящимся желто-розовым облаком, и загорал на обратной стороне луны, изучая совершенно новые царапины на Марсе. А другие звезды в фиолетово-зеленом небе просто карчели мне смешные гримасы, искривляя свои сонные личики, выпучивая глаза и надувая щеки, я вдруг увидел, как падает яркая звезда, которая с искрами пролетела прямо над моей головой, дальше в темное пространство сказки, напомнила мне очень старый сон, который я совсем давно забыл и совсем-совсем уже не помню. Однажды в большом-большом дворце жил злой Призлой Ры. И было у него огромное и непобедимое войско, от злости он был очень-очень зеленый и в темную крапинку, и совсем немножко в серую полосочку. Злой Призлой он был от того, что питался только воздушными пузырями и на обед, и на ужин, а от пузырей у него всегда было плохое настроение и немного косились глаза. И вот однажды он узнал, что совсем недалеко, почти рядом за Хрустальной горой и Рубиновым перевалом, сразу за Жемчужным морем, через мостик направо, и сразу через 356 шагов и 5 минут, есть одно очень большое царство-государство, в котором живет очень добрый и счастливый бородатый волшебник, который умеет делать самые простые и добрые чудеса в обед и на ужин. Но дорогу в то самое царство знали только две самые прекрасные светящиеся волшебные птицы калибри, которые так быстро и незаметно летают, что почти никто их не видел, и красивее и прекраснее этих птиц в мире, еще никто не знал. И от их красоты и света в любом царстве становилось светло и тепло прям как в сказке. И вот наш злой и призлой отправил всю армию своих непобедимых солдат для того, чтобы поймать и заточить этих прекрасных птиц в клетки, а потом узнать путь в волшебную страну, и захватить волшебника в плен, чтобы заставить его делать злые чудеса. Долго выслеживали и ловили солдаты этих птиц, и наконец поймали и узнали дорогу. Прошли они много удивительных испытаний, в походе через Хрустальную гору и Рубиновый перевал, и сразу за Жемчужным морем через мостик направо, и сразу через 356 шагов и ровно пяти минут нашли они большое царство счастливого бородатого волшебника. И окружили они его всей своей непобедимой армией. И вышел вперед войска наш самый-самый злой Ры и говорит «Сдавайся, а то худо будет и замучаю тебя я, мои солдаты, глянь сколько их у меня тьма тьмуще». Посмотрел добрый волшебник по сторонам, и нет границ у злого войска. Приготовился и как взлетит вверх, восклицаем опорам, летим все в небо синее, и хлопнул в ладоши три раза, ведь было время ужина и время доброго волшебства, и превратились непобедимые воины в ярких красивых цветных бабочек и стрекоз, жуков, кузнечиков и многоножек. И как разлетятся в разные стороны прям как салют. И остался один злюка без армии смотрит вокруг и глазам своим не верит вокруг, красота неописуемая, доброта сказочная, и ни одной пакости и гадости на горизонте. А добрый волшебник и говорит «Присаживайтесь за стол, мой дорогой гость». А на столе был пир гора, столько вкусностей сразу еще никто никогда не видел, на одном столе, и принял злюка предложение. И как только откусил первый кусочек вкусности сразу же превратился в доброго и счастливого доброго друга. Давно это случилось, аж не помню когда, но знаю, что и прямо сейчас они опять ужинают вместе и зовут друзей к себе, ведь они теперь лучшие друзья, не разлей вода, честное сказочное слово. А птицы калибри рядом с ними всегда сидят и греют, и освещают их праздничный стол. А ты что волшебного хочешь на завтрак, когда проснешься? Может волшебные блинчики со сказочной начинкой? Страница 5. Сказка 4. Принцесса и злой колдун. Однажды давным-давно, далеко-далеко, за широкими долинами, пышными лесами и густыми туманами, в одном прекрасном царстве-королевстве, под двумя чудесными радугами, переливающимися в солнечных лучах, в хрустальном замке на большом холме, покрытом мелкой травой и самыми красивыми луговыми цветами в мире, жила маленькая девочка, самая настоящая принцесса. Ее все очень любили в королевстве, ведь она была очень доброй и очень красивой, и иногда она создавала очень добрые чудеса, ведь с детства ее крестная волшебная фея научила доброму колдовству. Каждый день она собирала прекрасные луговые цветы, и раздавала их жителям королевства. Шли годы, и принцесса стала уже совсем взрослой и красивой настолько, что те, кто увидит ее в первый раз, глаз отвести не может. Отец-король решил, что пора бы найти дочери хорошего мужа, и решил устроить бал и созвать лучших гостей и принцев со всего мира. Но он даже и не догадывался, что о красоте и доброте его дочери уже давно шла молва, даже далеко за пределами королевства. А в это время где-то в глубине самого черного и страшного леса, куда некогда не проникает солнце, в самом злом и темном королевстве, в самом черном и старом каменном замке, покрытом черным мхом и паутиной, жил страшный и злой старый колдун. Собрал он всех своих слуг, и самых злющих злодеев со всей округи. Сели они в круг возле костра, чтобы придумать злодейский план. Долго думали злые колдуны, долго головы ломали, долго читали старинные колдовские книги. И придумали, украсть красавицу-принцессу заколдовав всех и все вокруг злыми чарами. А больше превратить всех в хрустальные скульптуры и навеки стереть свет улыбки и смех в этом королевстве. И вот пришел вечер, к которому все так долго готовились. И съехались в замок гости из разных царств и королевств. Так много красивых и цветных нарядов в одном зале уже давно никто не видел. Играла музыка и все танцевали, и вдруг сильный ветер открыл входные двери и все замерли от ужаса. На пороге стояли самые ужасные и злые гости в истории замка. И одним хлопком в ладоши все гости и слуги замерли как каменные, и только одна принцесса осталась незаколдованной. Принцесса стояла и глазам своим не верила, как быстро все ее близкие друзья превращались в искрящиеся на свету хрустальные фигуры. Что же делать, подумала она, ведь теперь совсем некому ее защитить. И вдруг она вспомнила, как фея-волшебница учила ее превращаться и колдовать. А что, если я превращусь в доброго рыцаря и смогу одолеть злого волшебника, и хлопнув в ладоши сразу же превратилась. Получилось, подумала она, сжимая в руках хрустальный меч. И началась битва добра со злом и бились они целую вечность и два месяца и два дня, и силы соперников оказались одинаковыми. И вдруг принцесса вспомнила, что черные колдуны боятся яркого света, подняла она свой хрустальный меч, направив на луч света падающий из окна прямо в середину зала. И вдруг, он заиграл в лучах света волшебством и сразу же осветил яркими цветными лучами всех и все вокруг. А чудо-злой волшебник закрыл свое лицо руками, так как никогда не видел такого яркого света. И злые чары медленно развеялись и все снова стали превращаться в самих себя. И вдруг все ахнули, когда злой волшебник открыл лицо все, узнали в нем одного давно пропавшего принца, который на самом деле был очень красивым и добрым, но немного капризным, и за это его одна злая колдунья превратила в злого воина, пока он не исправится. Прошло уже много времени и про это совсем все забыли и даже он сам. И вот перед всеми прямо в середине зала стоит добрый принц, и все зло разрушилось и злые чары пали и растворились под напором яркого света, и все вернулось на круги своя, и жизнь снова потекла радостно и беззаботно в этом королевстве. А бринцы принцессы устроили небывалую свадьбу. Так и живут с тех пор в добром и счастливом королевстве. Страница 6. Сказка пятая. Сказка про чеширского кота. Однажды я писал новую сказку для этой книги, и как-то совсем незаметно, случайно заснул, хотя совсем не хотел спать, ведь был еще полдень и солнце ласково обнимало меня. Странно подумал я, и посмотрел вокруг. Вдруг я представил, что наверное умею летать, но совсем не как птица, и не как бабочка, и даже не как листик с дерева, а как сине-розовое облако. Да, прямо как большое мягкое и пушистое сине-розовое облако. Я медленно и легко плыл прямо в середину моей страны фантазии, и этот мир оказался намного больше, чем я думал раньше, чем больше я мечтаю, тем больше он становится, и скоро я сам не буду знать, где заканчиваются его границы, понял я, и подумал, вот сказочные чудеса, и я принялся фантазировать еще больше. Здесь нет границы, все может быть, даже то, чего совсем не может быть вовсе. И вот я так быстро летел, что оказался прямо в самом центре моего сказочного мира, в котором все как-то так, и совсем не так, как на самом деле, а как-то по-другому, и совсем не так, как всегда, и в то же время как всегда, но как-то не так, а как-то совсем не бывало сказочно, и вот он вокруг меня, мир моих снов и сонной фантазии, и все, что мне надо делать, это только безгранично фантазировать, и все, о чем я подумаю сейчас, сразу же появляется прямо из ниоткуда, и я подумал, а если вокруг темно, и сразу стало темно. Но я же могу научиться видеть в полной темноте, прямо как мой любимый друг Кот Чешир из Чешири, и вот оказывается, что темнота, совсем не темнота, и совсем даже не темная, как я думал раньше, тут даже совсем, совсем фиолетово светло, и ничуть не страшно ни с колечка, и мир светящихся чудес сразу же подхватил меня и мою фантазию, смотрите вокруг, это же светящиеся бабочки, откуда они здесь, я же никогда-никогда их не видел на самом деле, подумала я, и они сразу же разлетелись, и начали кружить над моей головой. Освещая мой сладкий фиолетовый сон, махая своими нежными прозрачными тонкими крылышками, и я поднимался вместе с ними, медленно и плавно, даже выше самых высоких облаков, почти до луны, и вдруг я вспомнил, что ночью черные полоски моего лохматого улыбчивого друга, совсем не видны, наверное, это очень обидно, подумал я, зато светлые светятся и переливаются разными цветами, смотри, а вот и его глаза, и улыбка. Появляются из темноты, это же чешер воскликнул я во сне, ну здравствуй, ответил он, улыбаясь мне, ты почему-то давно не прилетал полетать со мной, и я совсем соскучился по тебе, полетели вверх по ночному небу, позвал он меня, и мы через секунду умчались между светящихся облаков и сладкой ваты, по ночному небу, прямо мимо луны, а звезды на ночном небе рисовали нам совсем непонятные узоры и рисунки. Утром, когда я проснусь, я снова вспомню его улыбку, и мне будет так радостно, что я знаю тайну, про которую не знает больше никто. Только он, мой лохматый и полосатый друг чешер. Страница 7. Сказка 6. Заяц в маске волка. В большом светлом лесу жили-паживали самые обычные дикие лесные говорящие звери. И очень давно договорились не нападать и не есть никого из своего леса, и так они все подружились, что даже стали лучшими друзьями, и даже стали ходить в гости друг к другу почти каждый день. И стали они развлекаться и веселиться как могли. Наряжались в красивой одежде, и устраивали балы прямо на опушке большого леса. И однажды был бал маскарад, на котором зайцы волк специально нарядились в костюмы, что совсем невозможно было отличить, кто и где спрятался. И даже собственные детки не смогли увидеть подмену, потому что и голоса звери тоже изменили. И пожаловался волк зайцу, что волчата этим летом стали совсем непослушные и стали очень плохо кушать и совсем похудели. Пришел зайц домой к волку, переодевшись в волка так, что мама родная бы их не различила и говорит, а сегодня я приготовлю для нас новый обед, овощные блюда, в которых так много полезных витаминов и минералов. Из сегодняшнего дня мы начнем полезно и вкусно питаться. Смотрят на него волчата с волчицей большими глазами и понять ничего не могут, а какой это сок в лесу наш папа на охоте головой ударился, что перешел на капустно-морковную диету. Готовит волк, старается и хихикает про себя. Попробовали волчата капустные листья и морковку с другими овощами, морщатся глазами, хлопают, ничего понять не могут. А на десерт у нас яблоки в сахаре, запеченные в печке, с брусничным компотом, пальчики оближешь. Долго искали волчата утку между яблок, но так и не нашли. Так продолжили морщить жевать листья капусты. А мясо где? Может где-нибудь между листьями спрятано. А зайцы еще громче смеятся, а теперь каждый день мы только этим и будем питаться кому добавки, сейчас еще приготовлю. А вот белка нам вчера передала и ставит на стол ведро с морковью. Сморщились волчата, представив, как им все это жевать придется. Ну ягоды с орехами нам еще куда не шло, но морковь с капустой это уж совсем не наша еда, замотали головами и застучали ложками об стол волчата, не будем это кушать, лучше с голода умрем. И тут скрипнув, открылась дверь и на пороге все увидели второго папу волка с уткой в руке. Ну вот от такого голода, что только нам не памерещица, подумали волчата. И тут повар волк снимает маску и поднимает уши. Так вот она какая зайчья диета, рассмеялись все. Волчата вскочили и побежали обнимать любимого папу волка. И с тех пор волчата стали хорошо кушать и слушать папу и маму. Ведь им совсем не хочется живать капустные листья, как зайцы. Страница 8. Сказка 7. Грустный клоун. В давние времена в одном цирке в далеком городе жил-был клоун. Его цирк, в котором он выступал, часто переезжал из города в город и страны в страну и с королевства в королевство. Да так часто, что что он забыл даже где его родина и в каком городе он родился. Клоун показывал веселые фокусы и мог бесконечно вытаскивать ленточки и шарики из своих бездонных карманов и рукавов. Однажды он даже достал из кармана большого надувного слона и улетел, удивив всех своим фокусом. Он так смешно смеялся и плакал, падал и вставал снова, так старался, что у зрителей чуть не лопались от смеха животы. И даже скача на зебре задом наперед, он вызывал взрыв смеха. Он так любил свою работу, что не представлял жизни без детского смеха и восторженных глаз зрителей, а аплодисменты были для него самой лучшей музыкой, которую он слышал. Ему так нравилась его работа, что он работал не только когда выступал цирк, а и в другое время, он так и ходил в своей одежде по улицам и веселил всех прохожих своими фокусами и сценками, с раннего утра и до самого позднего вечера, а когда темнело, он брал в руки горящие кегли и жонглировал ими прямо на высоких ходулях, зрители и дети буквально влюблялись в самого смешного друга у них в городе. А однажды клоуном зарядили пушку и выстрелили, и он полетел прямо под купол цирка, а потом он, смеясь и хихикая, прошел по горящему тросу на самой высоте, зрители так за него переживали, что в зале было так тихо, что можно было услышать, как он идет и смешно бормоча насвистывает себе мелодию. И только поздно-поздно вечером он снимал свою одежду и смывая грим, превращаясь в обычного человека, и совсем никто его бы не узнал в таком виде и от этого он немного грустел по вечерам. Страница 9 Сказка 8 Царь-боришек-обезьян Однажды много лет назад, когда все корабли еще были из дерева и плавали исключительно на парусах при помощи лишь одного ветра, приключилась очень удивительная история. Где-то далеко-далеко на другом конце земли, за морями и океанами, там, где за горизонт уходит солнце, чтобы осветить самый краешек земли, и там, где фиолетово-розовое облако упираются прямо в край радуги, началась эта сказка. В далекой-далекой стране, где всегда светит солнце, и почти не бывает дождей. Глубоко в диких джунглях, где среди густых и непроходимых зарослей банановых лесов и лиан, в обезьяньем королевстве, жил царь-воришек-обезьян. Он был очень отважным и смелым, и все остальные обезьяны беспрекословно подчинялись и выполняли его команды, совершая набеги на деревне, так он правил своим царством уже много-много лет. Но был у него совсем небольшой, ну совсем маленький, недостаток он был совсем немного жадным, ну совсем чуточку. И вот однажды, маленькое племя индейцев, решило поймать царя-обезьян, ведь его стая часто совершала набеги на деревню, с целью поживиться запасами жителей деревни, но самое возмутительное, что пропадала не только еда, но и некоторые нужные мелкие вещи, которые, как видели жители деревни, уносил сам царь-обезьян. И вот однажды главный вождь придумал изготовить крепкие коробочки из дерева, с дыркой так, чтобы обезьяне рука запросто входила в дырку, а коробочки крепко привязать возле самой земли тонкими плетеными лианами к самым крепким пальмам, и положить туда ярко выкрашенные орехи. И вот опять царь-обезьян в очередной раз, вел всю свою стаю грабить жителей деревни. Увидел он красивые яркие орешки в коробочках, подбежал и схватил первый, и сразу же увидел второй, дотянулся и схватил тоже, а руки вытащить не может, ведь чтобы освободиться надо отпустить орехи, так и сидит прикованный бедняга, ведь жадность плохой друг. Так и попался воришка. Долго думал вождь, как наказать воришку, и придумал отправить его вместе с гостем из другой страны, куда подальше, чтоб другим не повадно было, вот так за свою жадность поплатился царь-обезьян. И говорят, что и сейчас его можно увидеть в зоопарке в одном из европейских городов, далеко-далеко от его родины. А обезьяны больше близко не подходят к индейским деревням. Страница 10. Сказка 9. Хитрый лис. Однажды в глубине леса, под самым большим деревом, в норе у мамы лисы, родились пять лисят, и были они очень шустрые и забавные, целый день они резвились на лужайке перед норой, пока мама ходила на охоту, а вечером после ужина долго возились, мешая друг другу уснуть. Все пять братьев были так похожи, что даже мама не всегда могла их отличить друг от друга. И вот однажды старший из лисят поспорил с зайцем, что обгонит бегуна. Зайц от удивления открыл широко глаза и громко рассмеялся, ведь все знают, что я самый быстрый в лесу и за его пределами, и никто обогнать меня не может, и от такого спора я точно не откажусь. Назначили день, позвали судей и других зверей. Бежать надо по лесной тропе вокруг всего большого леса. Встали на старте, и как сорвутся, зайц сразу вырвался вперед, а лис прыг за дерево, и был таков. Бежит заяц, и вдруг видит, а лис впереди бежит. Когда он успел меня обогнать? Или он такой быстрый, что я и разглядеть не успел. Обогнал он лиса второй раз, бежит, ног не чувствует, смотрит, а лис стоит впереди возле дерева, зайца ждет, обогнал он лиса в третий раз, зайца еще быстрее припустил, бежит ногами, почти земли не касается, смотрит, а лис опять впереди, из-за дерева выбегает. Вот чудеса подумали судья, где-то видно, чтоб лисы быстрее зайцев бегали. Зайц весь мокрый от пота, а лис как ни в чем не бывало, даже не вспотел ни капли, вот так бегун. Обогнал он лиса в четвертый раз, бежит, от такой скорости сил совсем не осталось, смотрит вперед, а лис на финише стоит, воду пьет, да зайца дожидается. Упал зайц, до финиша сил не хватило. Теперь в лесу самый быстрый зверь, это лис, сказали судья. А в норе сидят пятеро, лисят и громко смеются, как они всех обхитрили. Мы лисята не самые быстрые в лесу, а самые хитрые. Страница 11. Сказка 10. Барон-охотник. Жил-был барон-охотник, и охотился он на всяких сказочных зверей, и другую живность, коллекция пойманных зверей у него была очень большой диковиной. Но только сказочной летающей рыбы там не было. И однажды он пошел на охоту на сказочных летающих рыб. А жили эти странные рыбы возле зеркального озера, в котором рыбы и ночевали, а прямо с раннего утра после заката луны и восхода солнца, рыбы разлетались по всему сказочному королевству, свистя и прячась в ветках, они так сильно блестели, что могли ослепить яркими вспышками любого прохожего, поэтому и считалось, что такой трофей добыть очень сложно, и чем охотник опытней, тем больше его пойманная рыба. А поздно вечером, когда первые лучи темного света луны падали на листву, рыбы снова возвращались в свои подводные гнезда, на дни озера, и высиживали икринки, из которых потом и появлялись новые маленькие рыбки. Ну вот и наш бывалый охотник пришел в чудесную жемчужную рощу, где между веток так и шныряли ослепительные летающие рыбки. Долго он подбирал ружье нужного калибра, а потом как выстрелит блестящим крючком, да прямо в рыбу, рыба, увидев быстро летящий, блестящий крючок сразу же клюнула, и проглотила его, но самым сложным в охоте на летающих рыб, это ее вытащить из зарослей, и притащить к себе, и тех многих бедняк-храбрецов, которые отказывались бросать ружье в самый неподходящий момент так в небо и унесло, и их до сих пор не нашли. А наш барон нашел себе прям самую большущую рыбину, и теперь сидит, обхватив дерево, пошевелится, боится, чтоб рыба не сорвалась и не утащила его высоко в небо. Достал он одной рукой веревку и крепко-накрепко привязал себя к дереву. Долго билась чудо-рыба, чуть дерево с корнями не вырвало, бедная в панике так и мечется, пока случайно охотнику прямо в шляпу не залетела, и запутавшись в страусинах перьях замерла. Так и пришел наш барон с охотой с рыбой в шапке. И теперь у него на самом почетном месте стоит необычный трофей, шапка с рыбой. Страница 12. Сказка 11. Принц-оборотень. За семью морями, за семью горами, за семью лесами, посреди большой равнины, среди густых лесов в одном прекрасном замке, жил старый король с королевой, и было у них три сильных и смелых сына, и обожали они охотиться на лесных зверей да убивать их ради забавы и мехов. Однажды отправились они на охоту, да попали в густой туман и потерялись. Ночью в густом лесу старший встретил большую стаю злых волков, набросились на него волки да сбросили с коня, покусали волки его, чудом он на коня запрыгнул, еле ноги унес, едет радуется, что жив остался, а средний набрел налогово лис, накинулись на него лисы, сбросили с коня и покусали, еле ноги унес, а младшего медведя покусали, встретились они на опушке, а уже рассвет наступил. Смотрят друг на друга узнать не могут, как потрепали их звери лесные, долго искали они путь домой, но все же нашли. Долго лекари залечивали рваные раны и вылечили. Но пришла новая напасть, как-то ночью старший царский сын превратился в волка и убежал в лес. Всю ночь стража искала, да так и не нашла, а утром он сам в замок пришел, всю ночь по полям и лесам с волками бегал. Через три ночи средний сын превратился в леса и в лес убежал, всю ночь с лисами охотился и на утро вернулся. Пришел черед и младшего сына, сломав входные ворота, он тоже в лес на всю ночь отправился. Собрал всех лекарей, царь да задачу задал исцелить сыновей, чтоб в зверей не превращались. Долго думали, решали, да так ничего путного и не придумали. И вдруг на пороге появился старик, я король леса и могу вылечить твоих сыновей, сказал он, но ты взамен выполнишь мое желание, иначе твои сыновья так и останутся зверями на все времена. А желание мое такое, женить трех моих дочерей, волчицу, лисицу и медведицу на твоих трех сыновьях, сказал царь леса, а на пороге замка появились волчица, лисица и медведица. Некуда деваться царю, и он согласился. И вдруг на пороге замка, сбросив звериной шкуры, появились три прекрасных девушки, да такие красивые, что глаз оторвать невозможно. Я оставлю им дар, сказал король леса, лишь изредка покрываться шерстью и наслаждаться свободой леса, когда им самим этого захочется. И был пир горой, смех и счастье поселилось в том царстве. И с тех пор в королевстве не охотятся на диких зверей ради забавы. Абринцы и принцессы живут счастливо и растят своих деток. Страница 13. Сказка 12. Смешной клоун. Однажды после обеда, я лежал в саду, на лужайке, прямо на мягкой и нежной траве, я был занят очень важным делом, когда писал эту сказочную историю, мне показалось, что я нечаянно уснул, и приснилось мне, что в мой любимый город приехал цирк. Много-много цветных повозок вместе с оркестром двигались по главной улице, и так много красиво наряженных артистов я давно не видел, впереди всех шли великаны на ходулях, жонглируя горящими кеглями, позади оркестр с барабанщиками и трубачами, рядом послушно шли при белых тигра, огромный слон, бегемот с медведями на велосипедах, и целая армия клоунов с обедьянками, клоуны были совсем разные, грустные и веселые, и вдруг я увидел своего хорошего друга смешного клоуна, я так давно его не видел, что совсем про него забыл. Увидев меня, он в припрыжку подошел и позвал меня с собой, ведь за столько времени у нас есть о чем поболтать. Вечером в бримерке, за чашкой чая он рассказал мне свою фантастическую, волшебную историю. Однажды, когда он был совсем еще маленьким, а его папа был главным волшебным клоуном в цирке, отец всегда ему говорил, что надо максимально осторожно обращаться с волшебными ящиками и аксессуарами, и вот однажды он его не послушал и случайно забравшись на стол, упал прямо в волшебный цилиндр, мне кажется, что я падаю, но почему так долго, почти целую вечность, подумал он, а может в этой шляпе совсем и нету дна, с испугом пришла ему мысль, и вдруг он увидел зайца, самого обычного зайца, белого альбиноса с красными глазами. Это же тот заяц, которого папа всегда достает из волшебной шляпы. А вокруг появились карты и тонкие цветные полоски, которые уходили куда-то далеко за горизонт. Небо было нежно-розового цвета с облаками в синий горошек. И вместо снега, с облаков падали мягкие теплые пушинки и цветные конфетти. А вокруг росли совсем обычные разноцветные бумажные цветы, вокруг которых летали самые настоящие бумажные бабочки. Какой здесь красивый и уютный волшебный, шляпный мир, подумал он, заметив, как с неба в его сторону протягивается папина рука, которая подхватив его потянула вверх, и вот уже через мгновение они оба стояли на сцене и им аплодировал весь зал, ведь давно из шляпы никто не доставал маленьких мальчиков. Ему так понравилось это чувство, что, когда мой друг вырос, с большим удовольствием стал самым смешным волшебным клоуном и теперь сам достает из шляпы зайцев, бабочек и слонов. Страница 14. Сказка 13. Мой пес Баскервиллей. Однажды теплым весенним вечером, очень много лет назад, во время прогулки вдоль старинного черного леса, ко мне прибился странный и смешной суетливый пес, который постоянно числся и крутился под моими ногами, не давая мне сделать шаг, он гонялся за всем, что летало в воздухе, весело и смешно щелкая зубами на бегу улыбался, и смеялся, оборачиваясь на меня, при этом его мордочка выглядела беззаботно счастливой и смешной, с высунутым до земли нежно-розовым языком, и широко раскрытыми кассоватыми от удивления глазами. Он прыгал и резвился на залитой солнцем поляне, покрытой еще совсем молодой травой. Посмотрев на него, я увидел, что поводка у него нет, и выглядит он так, как будто у него давно уже нет хозяина, слегка лохматый, и с легкими впадинами на животе. Я решил, что если он сам захочет, и пойдет со мной, то я могу взять его к себе. Так и случилось, пес так прилип ко мне, что вскоре я уже совсем не представлял своей жизни без постоянной суеты, возле моих ног. И однажды темной ночью, когда на улице была сильнейшая гроза и в темноте охваченной порывами ураганного ветра падали стуча ветки огромные капли дождя, ветер рвал ставни с петель, стуча ими по окнам, фонарь, качаясь, освещал крыльцо моего дома и часть поляны, за которой в полной темноте начинался черный лес, зловещая сегодня погода, подумал я, смотря вдаль, где-то на самой границе леса в далекие полумраки, громко завыл какой-то страшный, огромный, как мне показалось, светящийся зверь, вот ужас, я сразу вспомнил, что неподалеку на болотах поместья Баскервилли не так давно видели страшного светящегося волка, который уже перепугал всю округу, так что некоторые из моих соседей после захода солнца боятся нос высунуть из дома. И когда ночью слышат вой неподалеку, прячутся под своими одеялами с головой. Вой был таким страшным и зловещим, что почти у каждого, кто его слышал, появлялись мурашки, которые пробегали по всему телу, прямо от кончиков ушей, до самых кончиков пальцев на ногах, и вдруг этот зверь сорвался и рванул прямо в мою сторону со стороны темного леса. Страх пробежал холодным потом от кончиков моих ушей до самых пяток, но я остался стоять на пороге своего дома медленно потянувшись за ружьем, которое стояло в коридоре. Зверь быстро приближался в мою сторону, и вдруг, когда этот зверь приблизился совсем близко и я приготовился стрелять в Нива, я узнал в нем своего пса, который уже пару дней как пропал и не появлялся дома. И я сразу понял, что этот бродяга на днях лазил под моим столом, за которым я рисую и скорее всего перевернул на себя пару банок самой обычной светящейся краски, которой я рисую. И наделав большой беспорядок убежал, боясь, что я буду его ругать. И вот он соскучился и теперь бежит домой со всех ног, счастливый и смешной, с высунутым до земли нежно-розовым языком и как всегда широко раскрытыми кассоватыми от удивления глазами. Конечно же я его не ругал, а вымыл от краски, и теперь он заснул крепким сном возле моих ног прямо перед горящим камином. Страница 15 Сказка 14 Змеиный воин Однажды в одном солнечном царстве жил-поживал храбрый воин, сын кузнеца, и был он таким сильным и ловким, что своим мечом мог и каменную скалу разрубить, на две половины, и волосок на лету пополам разрубить, и одной с половинок кончиком меча завязать в узелок, пока тот падал. Не было в королевстве воина храбрее и ловчее. И вот однажды король отправил его проверить границы всего своего солнечного царства-государства, все ли там в порядке, не напал ли враг. И отправился воин в дозор. Много дней и ночей он шел по степям и лугам и болотам, осматривая все вокруг, а по ночам разбивал лагерь и ночевал прямо на земле, возле жаркого костра, и однажды утром проснувшись, он увидел змею на своей шее, и при всей своей силе и ловкости он не знал, как убрать ее своей шее, а змея обвелась в три кольца вокруг его шеи, прикусила кончик хвоста, и шепчет, приглянулся ты мне, добрый молодец, слышу, как сердце твое доброе сильно бьется, буду я с тобой в горе и радости, ты меня не бойся, укусить не укушу, а службу сослужу. Удивлю я тебя три раза, а потом сам решишь, остаться мне с тобой или нет. Так и осталась она у него на шее. Однажды попал он в засаду вражескую, связали его вражеские воины и бросили его в глубокий колодец. Упал и выбраться не может, видимо тут и останусь до конца дней своих, подумал воин, развязалась змея, да как начнет шипеть, как начнет свистеть, и на шум этот сползлись змеи со всей округи, и как начнут обвиваться вокруг солдата, превратились в живую веревку и достали его со дна колодца, удивился солдат в первый раз. Пошли они дальше, видят пропасть перед ними непроходимая, зашипела змея, засвистела и на шум этот сползлись змеи со всей округи, сплелись змеи в крепкий мост, удивился солдат во второй раз, и пошли они дальше, много дней они шли, и пришли они прямо к озеру, да так и уснули на берегу. Просыпается солдат и слышит пение из озера, подошел к берегу, а там девушка улыбаясь ему и говорит, вчера я змеей была и на шее у тебя сидела, а сегодня в девицу красавицу превратилась, взглянула на на шее только старая шкура змеиная осталась, удивился солдат в третий раз и сказал ей, ты попутчицей моей много дней была, от беды меня спасла, и в дороге помогала, благодарен я тебе, за заботу, привык я к тебе, оставайся со мной и дальше, а девушка и говорит, заколдована я была за капризы своей, злым колдуном до тех пор, пока добрыми делами жизнь свою не поправлю, так и остались они вместе не разлей вода, а по возвращению и свадьбу сыграли, и я на той свадьбе был и мед пиво пил. Страница 16. Сказка 15. Савиный король. Однажды глубоко-глубоко в черном лесу, в одном необычном гнезде, из золотых веточек с малохитовыми листиками и изумрудными цветами, вылупился Савиный принц, повелитель черной ночи и хранитель волшебного времени. И только он унаследовал дар предвидения и сочинения самых необычных и волшебных историй и сказок. Так как родился прямо вовремя солнечного затмения. Было это так давно, что в те времена в глубоких пещерах, высоко в горах, еще водились последние драконы, феи и эльфы, а гномы и великаны строили свои дома прямо на опушках леса, а в озерах и прудах жили русалки и водяные. И вот как-то днем ему приснился чудный сон, будто бы это происходило на самом деле. В глубине самой большой пещеры, самой большой горы жил дракон, был он еще совсем молодым, примерно 700 лет от роду, и так как волшебным драконом при рождении раздают ответственные задания, то ему досталось охранять родник с живой водой. Много рыцарей приходило воевать с ним за живую воду, да только все разбегались, побросав от страха мечи и доспехи, когда тот появлялся на пороге пещеры. Ведь не каждый сможет устоять при виде дракона, а тем более, когда тот рычит, чихает и кашляет огнем. Целая гора брошенных мечей и доспехов собралась перед пещерой, и никто не мог одолеть дракона. И вот однажды в рыбацкой деревне у подножия горы сильно заболела жена кузнеца. Был кузнец самым храбрым и самым сильным в деревне. Собрались старейшины на совет и говорят ему, что дела так плохи, что без волшебной живой воды не обойтись. А источник в глубине черной пещеры охраняет злой дракон, который никого не подпускает к пещере. Собрался кузнец идти в пещеру, сидит, думает. Да и думает, возьму две повозки последнего улова рыбаков, там такая вкусная и красивая рыба, что дракон увидит и устоять перед таким угощением не сможет, а рыбу я переложу сон травой и поев дракон точно уснет. И вот он подтащил повозки прямо к входу в пещеру, а сам спрятался под повозку и ждет, вдруг затряслась земля и посыпались камни, вылез дракон, смотрит рыба свежая в повозках лежит, никогда еще так много вкусного угощения дракон не видывал, попробовал вкусно оторваться не может. А тем временем кузнец тихо прополз под брюхом дракона в пещеру незамеченным и нашел источник, да набрал в свою большую флягу волшебную живую воду. Возвращается обратно, а дракон так сытно поел, что ему сразу же захотелось спать, так и уснул у входа в пещеру, положив голову на повозку. «Вот и сила моя богатырская не понадобилась», сказал кузнец, перешагивая через шею дракона. А вечером в деревне был пир, и все праздновали выздоровление жены кузнеца. Ведь вода волшебная была от всех болезней. И еще долго той флигой больных лечили в деревне и за ее пределами. Говорят, в той деревне некоторым старичкам уже по 300 лет исполнилось. Страница 17. Сказка 16. Огненный бык с золотыми рогами. Однажды в одном предесятом королевстве жил чудный царь и узнал царь о том, что есть в далеком царстве-королевстве на краю земли огненный бык с золотыми рогами. Собрал он всех своих храбрых сыновей и воинов, и приказал им, «Ступайте до раздубу темни этого огненного быка с золотыми рогами, хочу радоваться и наслаждаться его красотой». Собираются старшие сыновья в путь-дорогу, кольчуги меряют, да мечи затачивают. А младший говорит, «Возьмите меня с собой, я вам пригожусь, на что ты нам?» Смеясь, старшие отвечают, «На что же ты нам пригодишься?» «Кольчуги у тебя нет и меч у тебя сил поднять не хватит, ты только в поле на дудочке своей играть и научился». «Ну возьмите» упрямо, продолжал младший, «Ну ладно, помехой не будет, авось пригодится». Много дней они в походе были, много ночей в палатках у костров провели. Вот и добрались до края земли, где день в три раза короче ночи. А тени такие длинные, что за горизонт уходят. Вышли на поле, где огненный бык пася. Но у быка, как оказалось, хозяин имеется. Злой колдун. И говорит он братьям, «Если хотите быка забрать, выполните одно мое желание, а потом, если сил хватит и бык сам захочет идти с вами, вы его сможете забрать». Слушайте внимательно, повторять не буду, поздно вечером выпасите костяные семена и польете их теплым потом, и до утра ни один из вас не должен покинуть поле. А утром кто уцелеет, тот и пойдет за быком. Посеяли братья семена, да так взмокли, что земля промокла от пота, а в полночи семян политых теплым потом проросла злая армия воинов-драконов. Всю ночь бились, да так, что к утру сил не осталось, ни на ногах стоять, ни меч держать. Упали на землю, пошевелиться не могут, а младший брат и на ногах остался, и еще и на дудочке играет, да к быку идет. Услышал его огненный бык, и сам к нему навстречу пришел, так понравилась ему веселая мелодия, поднял он младшего брата рогами и усадил себе на спину. Сдался колдун и отпустил с ними быка. Вот теперь и в нашем царстве есть диво-дивный огненный бык с золотыми рогами. Страница 18. Сказка 17. Лесной индеец. Однажды в древние времена глубоко-глубоко в джунглях, прямо с другой стороны земли, жил-поживал царь-обезьян, и как-то раз случайно попался в ловушку храброго и смелого охотника джунглей, индейца по имени Мудрый Скорпион. Вот наглец посмел поймать меня, подумал царь-обезьян. Увидев такую добычу, обрадовался индейц, ведь сам король обезьян теперь у него в руках. И как гласила легенда джунглей, все обезьяны жили в большом древнем замке, в глубине непроходимых джунглей, откуда начинался гигантский лабиринт, который сторожили обезьяны, ведь там спрятаны несметные богатства, давным-давно одним жадным владыкой. Сокровищ было так много, что каждый, кто имел жадное сердце при виде их моментально терял рассудок и не мог двинуться с места боясь, что кто-нибудь заберет у него хоть немного сокровищ. В этом гиблом месте осталось так много воинов и храбрых принцев, которые не смогли справиться со своей жадностью и заблудившись так и остались навсегда узниками лабиринта. А для всех остальных жителей джунглей все сокровища совсем не представляли никакого интереса, просто куча гладких и блестящих монеток и камушков. Но и для индейца сокровища тоже не представляли никакого интереса, так как в джунглях ему некуда было потратить такие богатства, лишь только одна вещь его очень интересовала. По легенде в самом центре лабиринта был спрятан самый острый и крепкий меч в мире. И индейц пообещал свободу царю обезьян за то, что он приведет его к мечу. Так и случилось, долго пробирались они сквозь заросшие ходы древнего лабиринта, и вот на закате они достигли своей цели, царь обезьян специально водил так долго, чтобы индейцу стал, а солнце село и темная ночь закрыла храброму индейцу дорогу домой. И вот прямо перед ними на стене в окружении огромной горы сокровищ, на золотой подставке лежал совсем не привлекательный и не блестящий меч. «Теперь твоя очередь выполнить обещание», сказал царь обезьян. И индейц, взяв в руки меч, разрубил веревки, сдержав свое слово. И царь обезьян сразу же прыгнул высоко-высоко по гладкой стене вверх, и был таков. Стоит индейц в центре лабиринта, смотрит, как садится за горизонт яркое теплое солнце. «Что же мне делать? Как найти выход?» Поднял он голову и улыбнулся, и засмеялся, ведь в джунглях индейцам нужна не только сила и ловкость, а и хорошая смекалка. Вот и карта. И прямо над его головой зажглись яркие звезды, «Теперь я смогу идти в одном направлении и не буду кружить по лабиринту». И к утру он уже пил чай с лимоном, вместе с индейским предводителем, рассказывая ему эту историю, а меч красовался на столе. И все были очень рады возвращению индейца по имени «Мудрый Скорпион». Страница 19. Сказка 18. Снежно-ледяная королева. Высоко-высоко в облаках, где самое синее-синее небо, и всегда день, и всегда-всегда еще холоднее, чем зимой. В своем огромном воздушном ледяном замке, из облаков, живет самая обычная ледяная королева, и самого чистого и прозрачного льда. Она управляет целой армией облаков и туч, которыми она всегда закрывает небо над собой, так как очень боится теплых солнечных лучей. И даже малейший солнечный лучик вызывает у нее страх, ведь она так боится, что ее ледяная кожа потеряет свой безупречный блеск и прозрачность. Но как ни странно ледяная королева очень добрая и заботливая, ведь ее обязанностями является присматривать за полями и лесами, полянами и опушками, которым так необходимы весенние и летние теплые дожди. И ледяная королева бережно и с любовью отправляет тучи и облако в те уголки земли, где уже давно не было дождей, чтобы и трава не выгорела, и листья на деревьях не засохли. Ей сверху всегда так хорошо видно, где уже пора поливать, а где и так достаточно воды. И только иногда некоторые тучки заблудившись и потерявшись поливают землю, где совсем не надо, ведь так трудно уследить за всеми тучками и облаками, когда их так много. А зимой ледяная королева следит, чтобы на земле мягким и пушистым слоем лежал свежий и белоснежный снег на радость детям и их родителям. И особенно на Рождество и Новый год должен идти не обычный, а самый сказочный волшебный искрящийся и сияющий свеже сделанный снег. Который специально по заказу ледяной королевы прямо в волшебном замке из облаков делает целая армия ледяных гномов, они так стараются выращивать новые сказочные формы прозрачных и ледяных снежинок при помощи волшебных морозильных машин. И после проверки качества снежинок и снега, гномы вручную рассыпают прямо на головы прохожих, веселясь и хихикая над ними. И мало кто знает самую главную тайну, что ни одна из снежинок никогда не повторяется и не повторится в будущем. Ледяная королева живет далеко на севере, и поэтому даже самые морозные огромные тучи не всегда долетают до некоторых мест земли, и поэтому там всегда лето и почти не бывает дождей. А по ночам, когда гремит гром и сверкают молнии, во дворце происходит балмаскарад, и чтобы никто не слышал музыки гнома включают музыку грома. И я там было веселился вместе со всеми, и видел все своими собственными глазами, за пять минут до того, как проснулся. Страница 20. Сказка 19. Серый волчок. Однажды мой домашний пес Барбос рассказал мне совершенно правдивую и очень древнюю историю про железного волка. Однажды в одном царстве государстве жил принц. И любил принц охотиться на самых разных зверей. И вот однажды он опять собрался на охоту, созвал всех своих слуг, и приказал приготовиться к большому походу на много дней и ночей, так как хотел отправиться на охоту в совершенно новую местность, где еще никто и никогда не был, но говорят, что там в сказочных лесах и долинах водятся совсем невиданные сказочные животные. Много дней скакали на конях и принцы слуги, пока вдруг не добрались до границ самого дождливого и туманного королевства, и сразу же увидели огромную сказочную красивую лань, вместо рогов у нее росли цветущие ветки, и цветы на них были живые и сказочно красивые, настолько, что принц приказал преследовать ее, и объявил большое вознаграждение тому, кто поможет поймать эту лань живой, и только когда слуги приблизились совсем близко, из леса гордо вышел волк, но он выглядел совершенно необычно, потому как он был покрыт не шерстью, а железной броней и доспехами. Волк встал на дыбы прямо посередине тропы, и не дал возможность дальше продолжать охоту на лань. Все остановились и замерли, ведь такого еще никто раньше не встречал, чтобы волк и в доспехах. Здравствуйте, вдруг заговорил волк человеческим голосом, и от удивления у стражи принца из рук попадали ружья, я рад приветствовать вас в своем королевстве, продолжил свою речь волк. Я король этого царства королевства, и вы находитесь на моей земле, здесь запрещена охота по некоторым причинам, говорил волк, медленно превращаясь в человека. Аталань, за который выгнались, наша любимая королева и моя жена. Мы защищаем всех животных в наших и жители нашего королевства, и могут превращаться из животных и в людей, когда им только захочется. Из леса медленно вышла та самая лань, остановилась позади волка, медленно превращаясь в прекрасную королеву. Эту волшебную способность нам даровали два чертенка волшебника, которым мы помогли вернуть сбежавшего дракона, он был настолько свиреп, что не подпускал к себе близко ни одного человека, так как с детства боялся людей, которые его обижали пока он был маленьким. Но волшебники чертита совершенно не хотели его убивать, так как драконов и так осталось очень мало, на пальцах всех пересчитать можно. И тогда они придумали специальное волшебство, чтобы мы все смогли превратиться в зверей незаметно подойти близко к дракону, успокоить его и усыпить на время, чтобы он заснул, а они смогли его уменьшить и перевезти домой, ведь его родные так за него переживают. Он и так доставил много хлопот, сжег с испугу три царства под корень, хорошо люди не пострадали, но дома пришлось строить заново. И когда с драконом мы управились людям моего царства так понравилось быть иногда животными и птицами, летать в небе и играть в прятки в солнечном лесу, плавать как рыбы в воде. Что мы дружно попросили, не лишать нас возможности превращаться, ведь это колдовство очень идет нам на пользу, и мы многое узнали о жизни лесов и степей, и даже заглянули в мир океана. Да наблюдать и охранять за нашими просторами удобнее с высоты орлиного полета. Мой замок находиться на высоком холме, и я приглашаю вас отдохнуть с дороги, и погостить у меня в королевстве. И вечером того же дня, в замке устроили пир горой, в честь гостей, и превращаясь по одному показали, насколько волшебно и богато животными их королевство. С тех пор молодой принц не охотится на животных в этих лесах, и часто приезжает погостить и научиться наблюдать за прекрасной природой. Страница 21. Сказка 20. Ловец счастливых снов. Однажды в моей стране снов и сонной фантазии, где все как-то так и совсем не так, как на самом деле, а как-то по-другому, и совсем не так, как всегда, и в то же время, как всегда, но как-то не так, а как-то совсем не бывало сказочно, и я придумал его сам прямо сейчас, есть тот, кто, ловец собирает коллекцию самых лучших сладких счастливых и ярких снов, у него в коллекции есть даже и твои сны с детства, и даже те, которые тебе приснятся через много-много лет, когда ты станешь совсем-совсем другой, не веришь. Ха-ха, это чистая и самая правдивая правда, он даже знает, что тебе приснится завтра, знай для всех это самая тайная тайна, и только ты узнаешь ее, когда придет свое время, это же страна фантазий, здесь может быть все, и даже то, чего совсем не может быть вовсе. И вот тот, кто, собирает самые-самые загадочные, интересно, ярко-цветные сны, так много трудится, что у него совсем нет времени самому поспать, и поэтому он совсем не спит, но может лишь только чуточку, ведь даже сейчас, кому-то снится сон из его коллекции, и он его должен обязательно проверить, а вдруг сон испортился, или совсем не такой, как должен быть, на самом деле, а ведь ловцу надо еще сегодня вечером наловить и совершенно новых снов, тех, которых никто никогда еще не видел, они же такие редкие, летают как бабочки по небу, светятся и переливаются, один ярче другого, разными цветами, как радуга, а знаешь, ведь двух одинаковых не бывает правда красиво, и только иногда ловец ошибается, и тогда ты можешь увидеть сон дважды, и вот тот, кто ловит сны, я назвал его ловец счастливых снов, но ты же можешь назвать его по-другому, ведь это и твой фантастический сонный мир тоже, тот, кто ловит сны, похож на, да наверное только сам на себя, ведь он один такой особенный и очень редкий, шляпа у него большая большая и яркая яркая, цветная цветная, я сам видел, глаза просто бинокли, ведь ему надо хорошо видеть ночью и далеко далеко, зорко зорко, клюв у него такой тонкий и ловкий, ведь надо поймать и не повредить нежные и добрые сны, они же такие недотроги, и пугливо виртки, шустро неугомонные, что только и смотри в оба глаза, чтоб не разлетелись в разные стороны, а иногда они поднимаются так высоко высоко, собираясь в стайку и просто кружат вокруг луны. В эти ночи луна и облако всегда такие яркие, яркие, что как днем все видно, ты же ведь знаешь, что звезды, это совсем не звезды, это коллекция спящих снов, которые мы уже посмотрели и которые он собрал прямо на небе, и теперь они напоминают о себе своим блеском высоко высоко в небе, ловец счастливых снов так красиво раскладывает их на небе, что когда ночью ты посмотришь на небо. И если нет облаков, то ты даже можешь их всех разглядеть, и даже вспомнить некоторых из них. Ты даже можешь посчитать их правда только один ловец знает точно сколько их сейчас, ведь завтра их станет намного больше, чем особенное, и очень красиво ярко фиолетовое, не пора ли проверить, закрывай глаза, смотри и присматривайся, слушай и прислушивайся, скоро начнется. Страница 22. Сказка 21. Бессмертный злодей. Однажды в злом царстве, в темном королевстве, в одном мрачном замке жил бессмертный злодей, а вернее смерть его была спрятана в огромном зеркальном мире, в который можно было попасть только через огромное старинное зеркало. Смерть злодея была заклучена в большой светящийся хрустальный цветок, который находился на самой вершине огромного засовшего дерева, прямо в центре самой большой в мире зеркальной пещеры. А у подножья дерева цветок охранял большой дракон, и любого кто подходил близко дракон превращал в пепел. Много лет назад за злость и коварство злодея наказали вечной жизнью, до тех пор, пока его не убьют враги и недруги, или он сам не исправится и не станет добрым, и тогда сможет превратиться в обычного человека. Так и мучается злодей вечной жизнью. А его лучшего друга превратили в дракона, который сторожит тишину в пещере. Много раз за плохие поступки его хотели отравить и вызывали его на бой, но так ничего из этого и не вышло, злодей всегда побеждал и зло смеялся над поверженными рыцарями. По всей пещере были разбросаны мечи, доспехи и кости поверженных рыцарей. Много добрых и благородных людей погубил злодей. И вот однажды он снова похитил прекрасную принцессу. И молодой принц ее родной брат поклялся, что одолеет зло и вернет красавицу домой. Много дней искал юноша дорогу к замку злодея, прибираясь через непроходимые леса и болота, пока не встретил доброго лесного карлика колдуна, тот узнав его историю, подал ему перо и сказал как войдешь в пещеру подкинь перо вверх, спрячься и смотри что будет, а чтобы ты скорее добрался я подарю тебе коня, улыбнулся молодой принц, где же ты в глуши лесной мне коня найдешь. А старичок взмахнул руками и гнилой старый пень превратился в красавца жеребца, запрыгнул на него молодец поблагодарил старичка и помчался на помощь принцессе. В пять прыжков конь донес его до злого царства, долго блуждал царевич по зеркальным лабиринтам замка, пока не нашел старинное зеркало, сделал шаг и оказался прямо у входа в огромную пещеру, вокруг все переливалось и блестело из-за отражения зеркальных осколков в пещере, достал принц перо, подкинул его и полетело оно превращаясь в быстрого дракон сокола и давай огнем всю пещеру заливать, так светло в пещере стало, что обычный день ночью покажется и загорелось огромное засухшее древнее дерево. А дракон никак угомониться не может, все за соколом гоняется, а сокол возьми, да и вылети из пещеры, дракон за ним так и осталась пещера пустой. Царевич не растерялся забежал и видит на углях лежит прекрасный цветок злодиевой смерти. Подбежал разбил его озеркальный пол. Рассеялись чары, разлетелись огоньки, погиб злодей где стоял и освободились все узники замка, и на самой вершине развалин старого замка молодой принц увидел свою сестру принцессу. Подъехал он на своем коне и в три прыжка конь дамчал их домой. И стали они счастливо жить, поживать. Страница 23 Сказка 22 Золоток львы петух Однажды я пошел на охоту за сказочными светящимися перепелами, высоко-высоко в горы, на самую высокую гору, и я так долго ходил-бродил, что очень устал, и расставив ловушки для перепелов, я присел немного отдохнуть, и свесил ноги прямо с края земли. И вдруг откуда ни возьмись, меня медленно и липко окутал сиренево-розовый туман. Синее небо превратилось в яркое желто-розовое в синий горошек, и по нему поплыли полосатые фиолетово-малиновые облака. Ночь в тот день была какой-то фантастически красивой, и совсем-совсем сказочной. Облако плыли так низко, что с грохотом цеплялись за розовые вершины, хрустально-стеклянных гор, которые искрились и сверкали всеми цветами радуги, светясь от молний, реки и зеркальных озерах освещали все вокруг, и свет уходил аж до самой горизонта намного дальше, где совсем-совсем не видно. Сказочные светящиеся перепелы обычно в полночь слетаются и собираются на вершине горы, для того, чтобы устроить танцы, при этом их светящиеся перья медленно разлетаются, кружась по округе, светясь разными цветами. Вдруг я заметил, что вокруг меня летали обычные нежно-розовые летающие слоники, и трубили своими мягкими хоботами, а крылья у них были темно-фиолетовые и немного прозрачные, очень-очень тонкие, прямо как крылышки стрекоз. Фиолетово-розовые слоны самые быстрые летуны в сказочном мире, и могут практически мгновенно перелетать из сказки в сказку, даже если сказка совсем не про них, то они просто прилетают, садятся на краешки страницы и просто слушают ее развесив хоботы. Оказывается, что на самом краю земли, в самой-самой большой пещере, живет один из героев сказочного мира, Золотоклювый петух, который обычно спит до самого позднего вечера, и будет всех жителей сказочной страны только по вечерам, прямо за пять минут пред самым началом ночного сна. Потому что все обязательно должны успеть приготовиться одеть свои костюмы к нашим обычным сказочным снам, по которым они разлетятся до самого утра, играть с нами в сказку. Золотоклювый петух очень важная птица, и однажды ему вручили золотой шляпный орден с рубином, за спасение самого-самого необычного и интересного сна в истории. Был тот сон таким красивым, ярким и цветным, что ни написать, ни рассказать, но только он был таким потерянным, что закатился за край земли, и чуть не упал в пропасть, и тогда его вовсе никто и никогда не смог бы увидеть. А сказочный герой золотоклювый петух заметил, как он блестит и подхватил его своим золотым клювом и бережно перенес прямо в сонную лабораторию, в которой сны проверяют, очищают от злости, полируют до блеска, добавляя им зрелищности и небовалости, и доброты. Итак, этот сон попал в самую большую коллекцию лучших снов. По-моему, его именно сегодня приготовили для просмотра, я даже видел волшебную шкатулочку, в которой он хранится. И тут я случайно проснулся, а все мои ловушки были полны чудными светящимися птицами, возьму-ка я с собой домой парочку подумал, отпуская птиц, ведь такой красоте не место в клетке. Они так красиво поют по утрам свою утреннюю песню. И две птицы сделав большой круг прилетели и сели мне на плечи с разных сторон, осветив все вокруг, вот чудеса, думал я по дороге домой. И теперь, когда я сажусь писать новые сказки по ночам мне совершенно не нужно включать свет. Страница 24. Сказка 23. Смешной медведь. Как-то раз я проснулся и начал смеяться и рычать. Кто это? Это же медведь, сказали мне мои близкие, конечно, сказал я, улыбаясь и смеясь, ведь сегодня я превращался в медведя, и немножко привык рычать, ну саму чуточку. Конечно, никто даже не догадался, что сегодня ночью я был большим сильным медведем, сказочником. Ведь здесь в стране сонной фантазии может быть все, и даже то, чего совсем не может быть вовсе. Ведь только я и ты знаем эту тайну, что во сне мы можем превращаться в кого угодно, только надо себе представить, и начать фантазировать. Сегодня я сам все это придумал, и собственными глазами рыбами видел все самое-самое интересное, больших летающих рыб-бабочек, а летающие суетливые рыбки-улыбки стайкой окружили меня со всех сторон, толкаясь и смеясь, чтобы послушать мою новую сказку про необычных сказочных летающих рыбок-подушек. Однажды во сне высоко-высоко в облаках жили-бы яркие рыбы с перьями в цветной горошек, немножко полосочку, и чуть-чуть в треугольники, и позвали они в гости всех своих друзей и подружек из мира сонной фантазии, и был там пер горой, каких никто никогда еще не видел. Прилетела в гости даже рыба-часы, которая била и звонила каждый час, рыба-бинокль и рыба-монокль гонялись по кругу друг за другом. Рыба-игла зашивала дыру в небе, которую случайно проделала рыба-астронок, рыба-луна для нас освещала небо всю ночь напролет, а рыбы-тучки стайками так и крутились вокруг нее, заслоняя ее свет, рыбы-звезды играли на небе в фигурки, странные рыбы подлетели к мне, прямо на середине сказки и попросили меня их раскрасить, это были совсем-совсем белые рыбы, подушки раскраски очень грустные, как мне показалось сначала, но как только я защукатал их карандашами и кисточками, они стали яркими и цветными, смешными, счастливыми и даже начали светиться в темноте. И тут я поймал одну рыбу-подушку и положил ее себе под голову, мягкая хохотушка еще долго мхикала у меня под головой. И одна только рыба клякса грустила под деревом, у нее почему-то было фиолетово-грустное настроение, рыба-сова проспала весь мой сон на ветке в гнезде, с рыбитами-савитами. Рыбы-шахматы и рыбы-шашки сражались так быстро, что разглядеть их было невозможно. Рыбки-буквы играли в слова, перепрыгивая через друг друга, а рыбки-цифры пытались толкаясь выстроиться поочередно и пересчитаться, но забыли очередность. Прозрачные рыбы мыльные пузыри, важно-важно парили в воздухе, разглядывая и запоминая все вокруг себя, ничего не понимая. Рыбы-глаза, рыбы-носы, рыбы-уши складывались в смешные смайлики, веселя всех своих друзей и знакомых. Рыбы-цветы выплыли из темноты и удивили всех своими цветными формами и раскрасами, плавно покачиваясь на фиолетово-розовом ветру, который дул со стороны луны. Бал продолжался всю ночь, и только когда прилетела рыба-солнце, я, наверное, проснулся и забыл, что я не медведь. Страница 25 Сказка 24 Заключительная Грустный король Однажды в полной темноте, когда совсем было темно, я начал сочинять собственный волшебный мир, пускать по небу облако и сладкой ваты, поднимать фиолетовый ветер, который сгоняет облако в стадо барашков и медленно уносит их за хрустальные горы, поднимающиеся из сказочных сырных долин, с молочными реками, которые плавно втекают в сонное море, где живут совсем спящие рыбы. Это была не сказка, а присказка, и вокруг все почти готово к настоящей сказке. Жил да был один король, королевство его было большим и прекрасным, все в нем было сказочно хорошо, и все жители королевства очень любили своего короля, но король грустил, потому что был совсем одинок. И даже когда он смеялся и казался совсем не грустным, его глаза выдавали, что глубоко в душе он скучает. И однажды король издал указ, кто избавит меня от скуки и грусти, получит полцарства, а у кого не получится, отдаст половину всего, что имеет. Множество бравых и самоуверенных рыцарей в погоне за легким богатством и сокровищами оставили свои неудачные попытки, обеднев немного, но совсем чуточку, ровно наполовину. И вот однажды дворцовый придумал устроить балмаскарад, чтобы хоть немного развеселить короля, и издал приказ, чтобы все гости пришли на бал, но не просто в костюмах, а еще и в масках, чтоб никто не мог узнать, кто же прячется за маской. Также дворцовый пригласил всех друзей соседних королевств. Король дал всем месяц на подготовку, для того, чтобы все спокойно смогли удивить его своими костюмами и масками, в самый последний день лета. Жители с удовольствием приняли приглашение, ведь очень любили веселиться, и с радостью принялись изготавливать маски и костюмы. Много дней и ночей работали портные. И наконец пришел самый последний день лета, и собрались все-все на праздник. Радовались и танцевали все до упаду, до самого позднего вечера, и почти до самой-самой ночи, как вдруг к королю подошла девушка в маске, которую он никогда раньше не видел, лишь только ее улыбка и глаза были видны из-под красивой золотой маски. Когда она подняла свои зеленые глаза, они блеснули ярко-оранжевой вспышкой, и король почувствовал, как быстро и горячо стало биться его сердце, и ему стало так легко, так весело, что он совсем забыл про скоку и грусть, так веселился король, что совсем не заметил, что главные часы на самой большой башне пробили 12 раз, а это означало, что балл закончился и настала пора всем прощаться и расходиться. И закончилась музыка, все поклонились и начали расходиться. А король замешкался, и в суматохе потерял из виду туз, который ему было так весело и хорошо, он метался по всему замку, поворачивая красавец, но найти те глаза, которые так блестели огнем, ему этим вечером так и не удалось. И опустив глаза вниз, он увидел, что в своей белой перчатке он сжимает маленькую крохотную хрустальную ромашку, он вспомнил, как она блестела всеми цветами радуги у нее на ухе, и в этой суматохе она выпала прямо ему в ладошку. Он не спал и не ел много дней. Шло время, и все совсем забыли эту историю, король в очередной раз ехал с охоты и остановился на самом краю своего царства, возле небольшого домика, он постучал в двери вежливо попросил чистой воды, из дома вышла молодая красивая одинокая девушка, с полным кувшином родниковой воды, а когда она подняла глаза и улыбнулась, король замер от удивления, ведь он давным-давно влюбился в эти глаза и улыбку. И на ухе у нее была только одна сережка, которая так сказочно блестела и переливалась, всеми цветами радуги. И была свадьба в том царстве, королевстве, и был пир горой, и гостей моря из разных стран государств, и стал тот король самым веселым и нескучным королем на земле. И отдал он половину царства своей королеве, как и обещал перед всем своим народом, так и живут они вместе много лет и зим, да детишек своих растят. И я там был, и в замке жил, а ведь царь тот, друг мой, самый лучший, и завтра я снова отправлюсь к нему, говорят, там сказка новая появилась. Вот и сказкам конец. Идея создания иллюстраций перевертышей для книги 1991 года Валерий Шатунов и Виктор Шатунов. Идея флуоресцентных и светящихся иллюстраций перевертышей 2015 год Валерий Шатунов. Планируемая дата выхода книги 2020 год. Всю дополнительную информацию вы найдете на сайтах www.glovingfantasy.com www.shatunov.lt Все авторские права на эти произведения с 1991 года принадлежат Валерию Шатунову. Все права защищены и законном порядке находятся под присмотром Мировой Ассоциации Авторских Прав ЛАДГО.